Виталий Анатольевич Ларин Виталий Анатольевич Ларин Форум в Сочи очень значимый мероприятие Одно из значимых Я считаю, что в одной линейке стоят два таких форума глобальных Это форум, который проходит летом в Питере И второй, который в сентябре проходит, это естественно сочинский Это два глобальных форума нашей страны инвестиционных Первый форум рассчитан больше на международные отношения, министационные политики и регионы. Но в рамках Санкт-Петербургского форума достаточно много интересных подписывательных контрактов, соглашений между федеральными органами власти и госкорпорацией. Например, в этом году очень явно именно это направление прослеживалось. Сочинский форум уже больше приближен к регионам. На Сочинском форуме практически каждый регион был представлен мини-экспозицией о своем крае. Кто-то рассказывал о природных богатствах, кто-то о народных умельцах. Мы в этом году представили инновационные разработки нашего региона. Было много представлено интересных приборов, разработок, пилотных моделей тех или иных приборов, которые действительно проявили очень большой интерес как наши коллеги из других регионов, так и федеральные органы власти. Сочинский форум, я так понимаю, ближе к земле. Да, ближе к регионам. Там был наш премьер Дмитрий Анатольевич Медведев. Он к нашей экспозиции проявил интерес. Да, конечно. Дело в том, что на нашей экспозиции было представлено как минимум три уникальных прибора, новых уж не буду их называть, которые действительно вызвали интерес. А что это? Были заданные вопросы. Что это? Кто разработчик? Для чего это сделано? Ну, естественно, нами был представлен прибор, чтобы показать, что Рязанская область развивается и в научно-техническом смысле, и в инновациях, о чем сейчас много говорят. Мы действительно не стоим на месте и, естественно, не только ради премьеры мы привезли туда эти приборы, но и для того, чтобы показать инвесторам, что у нас это есть, у нас это можно производить и можно делать это производство здесь, в Рязани. И, поверьте, переговоры, не скажу, что они уже, мы там подписали соглашение, что завтра будем строить завод, но переговоры с интересованными сторонами мы провели. То есть вы сумели показать потенциал, так сказать, в этом направлении. Еще, что бы хотелось сказать, очень много и очень давно, по-моему, ведутся разговоры о привлекательности нашего региона с точки зрения туристической. Вот надо как-то, ну, попытки были войти даже в Золотое кольцо в свое время, они как-то покат не удаются, но, тем не менее, вот в этом направлении какие-то вы привозили материалы, я не знаю, инновации, предлагали что-нибудь? Ну, естественно, говоря об инвестиционном потенциале региона, мы ни в коем случае не забываем о туристическом потенциале. Мы это всегда с нашим Министерством культуры, всегда это объединяем в одно единое целое. По крайней мере, там, где я представляю регион, я не забываю сказать о том, что Рязань – это историческое место, интересное место, культурное место. Вот, в рамках этого форума тоже была информация представлена об этом. Мы сделали новый фильм по инвестиционному потенциалу региона, где туристическому потенциалу его представлено тоже неплохое место в этом фильме. А что касается Золотого кольца, вы понимаете, дело в том, что, ну, действительно, вот в ту категорию городов Золотого кольца попасть, наверное, за этим будущее, но то, что уже Рязанская область входит в федеральную программу развития внутреннего ездного туризма, это заслуга нашего губернатора Олега Ивановича Ковалева. Несколько лет назад мы попали в эту программу. В рамках этой программы уже в прошлом году профинансированы некоторые объекты инфраструктурные к туристическим объектам в Рязани. Работа на достигнутом не останавливается. Вы знаете о запуске так называемого развлекательного центра «Огская жемчужина» с аквапарком «Горки», с туристическим комплексом. И там же продолжается развиваться территория. Там в ближайшее время будет еще, как минимум, три объекта запущены. И это тоже с помощью федеральных средств и региональных сделанных. Был у нас такой генеральный секретарь, который говорил, главное начать. Вот. И, ну, с этим нельзя не согласиться, потому что главное сделать шаг, и дальше, ну, какое-то развитие так или иначе должно пойти и обрастать. Все правильно, потому что мы порой действительно ждем, не вкладываем деньги в инфраструктуру, только из-за того, что не понимаем, а кто придет туда завтра или не придет. Потому что, к сожалению, есть такие объекты, куда проведено, например, электричество, да, а инвестор, к сожалению, до сих пор так и не пришел. Ну, по разным обстоятельствам. К сожалению, вот недавний кризис, он очень сильно подкосил некоторых инвесторов, которые много и долго планировали войти на территорию Рязани. Сейчас мы действуем более точно, то есть мы уже понимаем, под какого инвестора мы будем делать, мы понимаем примерные сроки его вхождения, мы подписываем так называемые дорожные карты и понимаем, что сейчас мы начинаем вкладывать в инфраструктуру, дороги ли это, электрические провода, да, может быть, водоотведение, и понимаем, что уже через некоторое время сразу же придет инвестор. Мы очень хорошо работаем, в общем, в таком хорошем диалоге работаем с МРСК, с газопроводящими компаниями, без которых действительно нам не справиться. Ну, базовые вещи. Да, 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 без которых нам не справиться, а без инфраструктуры действительно в чистом поле завод не построишь. Он не будет на чистом ветре работать, к сожалению, пока. Хотя технологии не стоят на месте. Пока таких нет, заводов особо больших. Но за этим будущее. Еще что возили. Вот у нас регион сельскохозяйственный во многом. Вот это что-то представляли или это не ваше, так сказать? Ну, дело в том, что наше министерство все-таки отвечает в целом за экономику и торговлю, как вы отметили. Но говоря об экономическом развитии, естественно, мы называем и просельское хозяйство. То есть все инвестиционные проекты, которые на территории области свершаются или предполагаются, они все равно проходят через нас. То есть мы являемся неким таким контролирующим органом и помогающим реализацию этих проектов. Ну, не хочется сейчас говорить о проекте, который мы уже почти подвели к некой такой уже завершающей статье. Экономический секрет. Экономический секрет. Не хочется сглазить. Вот не хочется сглазить. Хотя действительно очень много проектов сейчас делаются на селе. Это и новые предприятия по переработке мяса индюшки и, ну, по... В общем, перерабатывающие предприятия, я так понимаю. Да, перерабатывающие предприятия и по молоку, и по мясу птиц, они есть. Они действительно, может быть, непосредственно близки к Рязани, поэтому некоторые рязанцы об этом не знают. Ну, регион наш развивается, поверьте, в сельскохозяйственном плане. И не за горами такие интересные, серьезные проекты. В этом году уже был... А, ну, если говорить, знаете, о неких... Я опережаю ваш вопрос. Хорошо. Подозреваю, что вы его все равно зададите. Какой же результат от Сочинского форума? Просто есть уже конкретный пример. В прошлом году, в сентябре прошлого, 12-го года, у нас были, состоялись там первые переговоры по концепции тепличных комбинатов на территории России, в том числе и Рязанского региона. Уже в декабре мы провели первые переговоры, 12-го же года, а в марте 13-го года к нам уже приехал реальный инвестор, который посмотрел земельный участок, выбирал из 8 участков, выбрал, остановился на самом приемлемом для него. И сейчас, в настоящий момент, организация, которая будет реализовать этот проект на территории Рязанской области, зарегистрирована. В настоящий момент выделяется земля под них, и я надеюсь, что уже весной и следующего года мы реально начнем строиться на этом участке. Тоже будем помогать по инфраструктуре для этого инвестора. Так что вот некие результаты. Понятно, что результаты они не сиюминутные, к сожалению. Хотелось бы, чтобы в сентябре подписали договор, а в декабре какой-нибудь завод построил. Такого не бывает. Вот эти переговоры, они достаточно длительные. Но вот конкретный пример я уже привел. Ну что ж, я желаю вам успеха, нам всем, всей нашей области и в экономическом плане, в плане торговли. Думаю, что действительно вот эти вот форумы приносят успех. И самое главное, мы там достойно представлены. Спасибо вам большое. Еще раз успехов, удачи. Я напомню, зрителям у нас был в гостях Виталий Антонович Ларин, исправящая обязанность министра экономического развития и торговли Рязанской области. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин